Всем привет из Украины! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня у нас вот такая вот пушистая пицца с курицей и с копченой грудинкой. Сюда я тоже положила помидорчики консервированные, вернее как в собственном соку. И добавила разные приправы и сладенького перчика. Так что вот такой у нас сегодня будет ужин. И сейчас я покажу по вашим просьбам икру, которую я купила. Я открою баночку, ну и покажу этикеточку. Так, ну вот, показываю икру, которую я обещала уже показать не первый раз и в комментариях. Так, смотрите, вот так вот выглядит банка. Да, сразу хочу уточнить, это не реклама, куплена за мои деньги в эко-маркете по цене 37 гривен. Это акция там какая-то идет, так что не думайте, что мне прислали это, я рекламирую, чтобы вы покупали. Показываю только потому, что мне понравилась цена и качество продукта. Так, вот так вот выглядит баночка. 80 грамм вес, без ГМО, производство Украина, что-то там Киевская область. И это икра форели, потому что стоит вот здесь вот буковка F. Срок годности 12 месяцев с даты изготовления. Ну и сейчас, девочки, открою и покажу, как икорка выглядит, собственно говоря, без крышечки. Так, ну вот, без крышечки, как я и сказала. В общем, смотрите, икра вот такого натурального цвета, без всяких там, я не знаю, каких-то, видите, именно такая, какая она должна быть. Жидкости в баночке совсем немножко. Бывает, вот если купишь дешевую икру, то она там больше воды, чем икры. Икры здесь, как видите, полная баночка, икринки, однако, дной. Сейчас даже, чтобы не было у вас сомнений, я выложу ее в блюдечко, чтобы вы посмотрели. Вот, смотрите, вот, видите, что это не каша никакая, а именно вот икорка. Ну, я думаю, видно всем. Так, ну все, девчонки, просьбу вашу выполнила. Сейчас сделаю салатик, у меня сегодня будет рыбный день. Доедим рыбку, что я привезла, и сделаем бутики с икорочкой. Всем спасибо за запрос, приятного аппетита. Ну, и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.